Друзья мои, всем привет! Рад вас видеть на первом, единственном и скорее всего последнем выпуске Work and Travel в этом сезоне. Сегодня я посещу город Милан. Это очень знаменательно тем, что это будет первый не французский и не немецкий город Work and Travel. Это во-первых. Во-вторых, мне пока не за что любить Италию. Я, конечно, смотрю чисто с точки зрения человека, который работает в дальнобое. То есть это не очень хорошие дороги, это езда бесплатными дорогами, которые тоже не очень хорошие. Я имею в виду не очень хорошие по отношению к другим странам Евросоюза, не Европы, а Евросоюза. Это климат, который мне абсолютно не подходит. Мне здесь всегда ужасно душно. Меня тут грызут комары. И пока мне не за что абсолютно любить Италию. Но сегодня я отправлюсь в город Милан, который один из знаменитейших итальянских городов. Без преувеличения столица Северной Италии, город Милан. И сегодня мы отправляемся с вами на него посмотреть. Погнали! Так, ну что, друзья мои, первый поезд я пропустил и сразу же попался на четкий развод. Развод заключался в том, что я подошел к терминалу, я в интернете нашел информацию, что мой билет должен стоить полтора евро, а он там было только по два евро. Ну, возможно, подорожали или еще что-нибудь. В общем, я стоял, тупил, подошла, как бы женщина такая, тикет, тикет. Я говорю, тикет, она там все поклацала, короче, я говорю, мне, a little money for help. Я такой дал ей 50 центов, то есть. Ну, она мне помогла, но развела меня на 50 центов. В принципе, я бы еще потупил 30 секунд и сам бы это все сделал. Единственное, что я вам хочу сказать, я сейчас на тупил, я пришел, я пришел и здесь был поезд. Но, получается, я не знал, в какую сторону поедет. Стоял, ждал, потому что я не понял ориентиров, как здесь вообще все устроено. Потому что здесь нормальное, ну, нормальное движение, привычная для нас железнодорожная, то есть правосторонняя. Так как во Франции встречал, например, то, что железнодорожное движение, как в Великобритании, левостороннее. Поэтому ждем следующего поезда. В Милане достаточно большое метро, 5 линий, 130 станций, часть линий надземная, часть подземная. Смотрите, очень интересно, это портальная станция, то есть поезд останавливается прямо напротив двери. Открываются двери, и тогда можно войти. Вспомнил, что правильно такая станция называется горизонтальный лифт. А этот поезд метро абсолютно автоматизированный, здесь нет машиниста. В общем, такой вот поездка, без машиниста, без никого. Вот так, с этой стороны, а там так же самое, полностью автоматически. Ну вот он, друзья, великий стадион. Сан-Сиро в Милане. Четыре-звездочный по классификации UEFA. Напомню, что свои домашние матчи здесь проводят Миланский Интер и Интернациональный Милан. То есть они его держат, вот, то есть они его делят пополам. Вчера, кстати, был матч Милан-Бреша здесь, который закончился 0-1, 1-0, то есть в пользу Милана. И тут бы надо было, наверное, рекламу вставить букмекерской конторой, которая всех задолбала. Ну, блин, я шучу, конечно, я бы не вставлял, но было бы в тему вот это. Кто догадался, что за контор? Так, ну вот он поближе. Знаете, я, честно говоря, не фанат ни Миланского Интера, ни Милана, собственно, в общем и целом. Но я хотел посмотреть на этот стадион вблизи. Поэтому меня там, например, не интересует Сансиро Стор, который вот там вот где 14-й гейт. Мне, в принципе, не очень интересно. Но, что я хочу сказать. Я помню эти моменты, как, когда Андрей Шевченко играл здесь, как Акаладзе играл здесь. Вот там в детстве, когда я вообще по футболу угорал. Ну, я, правда, уже рассказывал, я больше на воротах стоял, но все равно Андрей Шевченко тогда был просто звездой нереального масштаба. Но, признаться честно, это не самый красивый стадион, который я видел в жизни. И вот эта вот серость бетонная все-таки не добавляет, как по мне, в архитектуру какой-то уж мега красоты. Но все-таки это симпатичный стадион, интересный дизайн, довольно необычный. Ну, и самое интересное, что такой город, как Милан, в котором проживает более миллиона трехсот тысяч человек, и у них как бы только один такой большой стадион, да, и две команды просто мирового класса. Это несколько странно. Могли бы еще какой-то построить стадион для каждой команды свой. И вот этим людям, которые здесь живут напротив, наверное, очень интересно живется во время футбольных матчей. А они здесь не два раза, не один раз в две недели, как бывает, да, когда команда раз в неделю играет на собственном стадионе, раз в неделю играет на выезде. Они здесь каждую неделю, потому что раз в неделю у одной из команд здесь домашний матч. Ну, и таким образом выглядят трамваи миланские. Ну, я не буду сегодня использовать наземный транспорт, я уже решил. Сейчас возвращаюсь в метро и еду в центр. На стадион я посмотрел, фотки сделал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там все будет намного быстрее, чем видео выйдет на канале. Все ссылки есть в описании к видео. Пожалуйста, переходите, подписывайтесь. Холодное пиво, чебуреки, пополнение счета. Так, будем покупать билет сейчас. Видите, можно языки выбрать. Да, видно, подорожал билет. Стандартный он уже. Так, 1, continue, cash, все, кидаем кэш. И ждем, когда напечатывается билет. Это единоразовый билет. Его нужно вставлять, ну, когда вы заходите и когда вы выходите, вставляйте. После этого вы уже не поедете на нем. То есть так это делается. Все, вот мы и на станции. Вот и на выходе вы вкладываете билет, забираете его и выходите. В общем, а я решил выйти на одну остановку раньше, чем планировал, потому что я увидел на гугл-картах, что здесь где-то вот тот район с небоскребами. Потому что такое меня тоже интересует. Нужно найти его и посмотреть, дойти, где же эти небоскребы-то. Ага, ну и вот и первый уже открывается небоскреб, еще не достроенный. Как видите, кран стоит еще не функционирующий. Кстати, вот этот второй плоский небоскреб, получается, я шпилю в какую-то игру градостроительную на телефоне, и он там был. Вот он такой плоский и волнами. Блин, я не помню, как она называется. Я там долго играл в нее, потом удалил. Ребята, смотрите, такого вы в Украине точно не увидите. Это заправка вдоль обочины. Просто смотрите, вот они, колонки, получается. И вот типа здание заправки, просто так вдоль обочины остановились, заправили и поехали. Тут даже ДКВ канает, смотрите, дизель евро 70 почти и 95-й евро 76,6. Вот такие трамвайчики миланские, старинные. Но в хорошем состоянии. Кстати, трамвай это практически вечный вид транспорта. Если за ним следить, то можно его использовать чуть ли не бесконечно. Вовремя проводить там ремонт и прочее. Ну и вот эти небоскребы. Получается, их три. Вот этот сейчас спрятал другой. Есть еще один, отдельно стоящий. Но я специально за ним не буду гоняться. Друзья, на улице, сами видите, 27. Но ощущение как 32 и влажность 66%. Реально, если честно, такое желание прыгнуть в метро, доехать до машины, включить, завести, включить кондиционер. И, короче, сидеть под ним. Потому что реально очень жарко. Лично я плохо переношу такую температуру. Иду, чувствую, что мне дурно. Но ничего, все, что нас не убивает, то делает нас сильнее. Поэтому попробуем не сдохнуть от жары и посмотреть Милан. Так, ну а это у нас Арка Мира. Строительство было начано в 1807 году при инициативе Наполеона, да, того самого Бонапарта. Потому что в то время Милан входил в его владение. Потом с падением итальянского королевства строительство забросили. И только с приходом Габсбургов и Австрии на эти земли в 1826 году продолжили. И что это за бред поставить экранное историческое здание? Я в шоке. Ну, я так понимаю, там идет реконструкция, наверное, да? Но не знаю. Как-то, как по мне, неправильно. Скурпулезность произведения просто искусства. Посмотрите, с какой скрупулезностью все сделано. Все фигуры. Вот лепнина, колонны. Кстати, это мрамор итальянский. Ну, и дальше по программе у нас парк Семпионы и крепость Форца. Вот так это все выглядит. Панорамный вид издалека. Сейчас, собственно, идем в сам парк. Такой вот у нас замок Форца. Мэл его крепостных стен. Ну, я так понимаю, что окна это уже более поздняя модификация. Потому что, ну, в оборонительном сооружении такие окна однозначно не нужны. Вот. Я думаю, что гораздо позже уже. Ну, и он не может быть очень старым, потому что он из кирпича сделан. Кирпич не так давно стали... Ну, относительно в историческом срезе не так давно стали применять для фортификации. Сейчас пойдем внутрь. Я в тенечке отсижусь, потому что на улице просто жар. Жар. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ребята, знаете, куда это лучше речь? Не поверите, а? Вот эти все люди стоят в туалет. Блин. Вау, так мы во дворе замка. Итальянский, итальянский стиль, конечно. Так, ну, мы продолжаем. Ух, какая башня. Крепостной ров. Это башня на реконструкции, но я думаю, что она такая же круглая, как и та башня. Конечно, смотрится просто бомбически. Офигенно, я бы сказал. Из странностей, я уже три часа гуляю по Милану, четвертый час пошел, я еще не слышал русского языка и польского. Это очень странно. Ну, и выход в город. Какой фонтан у нас здесь. О, здесь втюхивают всякие шнурочки. Очень загорелые парни. Я уже от двух отказался. Так, в общем, сейчас я посмотрел, где находится Миланский собор. Хочу его посетить. Это обязательно. А там уже как посмотрим, потому что, ну, блин, тут очень жарко. И мне лично как-то не весело тут бродить, когда такая жара просто на улице. Так что сейчас держим путь на Миланский собор, а там посмотрим, в общем, как дальше сложатся обстоятельства. Или еще прогуляемся. Или уже нет. Смотрите, Давид, Месси, Роналдо, Пентак, Путин, Донарума, Роналдо, Паракабаба. В общем, это, я так понял, что машину можно прикрепить, и они будут головами трясти. Ну, честно говоря, не Путин, не Обам, они очень-то другу похожи. Такого еще рода разные сувениры есть. яйца в Каттерже. Вот он, Миланский собор, сейчас туда направляемся. А вот так выглядит эта крепость, где мы только что с вами были. тут еще и Пиза затесалась. Это вдруг, если вдруг не ездили в Пизу, можно в Милане купить, где говорит, что ездили. Ну и вон Миланский собор уже показывается нам из-за угла. Смотрите, тут современный трамвай, да? А вон он скрыл классический. Сейчас мы с вами это увидим. А вон старинный стоит. Я там купил 4 магнита на 10 евро. Ну там типа один стоит 3 евро, 2 штуки, 5. И на 10 4 магнита на 10 евро. А здесь на 10 евро только 3. Поэтому я красавчик. Друзья мои, тут встал такой у стеночки, просто оперся немножко поотдыхать в тенечке, как бы передохнуть, перевести дух и посмотреть, куда двигаться дальше. Открываю Google Maps и вижу, что я возле всемирно известного оперного театра Ласкала. Вот он. Просто я его не признал. Вот он оперный театр Ласкала. С виду не очень, конечно. Здание такое прям приметное. Но тем не менее. здесь в центре я первый пучу украинский, но уже два раза русский язык. Польский еще не слышал. вот тоже высотка. Я тут получается буду идти и все-таки должен зацепить еще один небоскреб. Я просто себе выбрал немножко длинный путь до метро, о чем уже несколько жалею сейчас. О, и здесь смотрите. BNP Барибас, какой небоскреб. Ну, конечно, не Дубай, но все равно. Ребята, был в супермаркете и хочу вам сказать, иногда в Европе есть проблемы с привычными нам вещами. То есть, я зашел в супермаркет в Коррефурд и там был только холодильник с пивом и то типа холодного. В холодной воды вообще нет возможности купить. Еще, что меня реально раздражает, мороженое продается только большими упаковками. То есть, либо это вот такое килограммовое, полукилограммовое, что просто на этом есть. А если вот такие вот именно на палочке, например, там в шоколаде какой-нибудь, то сразу коробочка шесть штук. Ну, зачем мне, блин, шесть штук? Почему я не могу так взять и есть по улице мороженое одно? Потом я взял вот такой вот кофе, такой вот холодный кофе. Хоть что-то холодное, потому что я сейчас умру. Вот он, еще один небоскреб и там вот, чуть дальше. Вот это такой недоделанный бурж Дубай. Согласитесь, что-то есть в этой башеньке. Так, а нам нужно сориентироваться и идти к метро уже и ехать домой. Ну, тут еще такая у нас памятка архитектуры, значит, ворота Гарибальди. Я так просто понял, я уже одни ворота прошел, но там вообще нечего было снимать. как бы по периметру такие вот ворота там. Тут есть разные венецианские, морские, генуэзские, это ворота Гарибальди. Ну, вот что-то такое вот типа просто как бы я не думаю, что это здесь когда-то проходила крепостная стена. на это не похоже. Просто вот такая декоративная. Декоративный такой памятник архитектуры. Мы сейчас будем двигаться вон туда. Ребята, я вам хочу сказать, что я только что повернул за поворот и увидел вот тех два здания. И вот они меня реально повергли в шок. Меня ничего сегодня так не впечатлило, как вот те два здания. Но вам, наверное, не видно толком за деревьями. это нечто. Вы посмотрите просто на это. Это же класс. Это какие-то дома, деревья. Я в таком бы жил. Вот это круто. Это реально круто. Мега. Просто мега круто. смотрите вот сейчас прошлое и будущее. Прошлое едет, будущее стоит. Вау! Кстати, для любителей метрополитена, смотрите, тут есть такой тупичок. И видите, здесь нет контактного рельса. Чисто сверху контактная сеть натянута. Это на второй линии. А там, где автоматическая линия, там есть контактный рельс. здесь такая вот станция, когда поезда посередине, а не по краям. Это станция Гарибанди, ФС. Тут садимся и едем по прямой до своей станции. Ребята, конкурс! Видите, записываю все на ходу. Реально сейчас очень катастрофически не хватает времени, но я стараюсь выделять и так далее. Сейчас еду на работу, соответственно, у меня есть немножко времени, и я хочу огласить конкурс, правила, что нужно делать и так далее. И еще благодарность всем вам, кто досмотрел до самого конца, ведь по статистике далеко не каждый, где-то только половина, около даже 40% людей досматривают видео до конца. И вам я благодарен больше всего за то, что вы цените мой труд, за то, что вы смотрите все до конца. Спасибо. Но так как это единственный выпуск был World and Travel в седьмом сезоне, это не тайно, больше кроме Милана мне, к сожалению, не удалось ничего посетить, несмотря на то, что было очень много городов, которых бы я хотел посетить. вот, и для того, чтобы в Милане я прикупил вам вот такой вот магнитик Милано и, естественно, куда же без фирменной пахучки канала. Так вот, фирменную пахучку и магнит получит кто-то, кого выберет случайным образом рандомайзер. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно выполнить одно простое правило. Нужно оставить комментарий такой. Пишите хэштег, знаете, это решеточка, конкурс, двоеточие, и пишите я хотел бы побывать или я хочу побывать и название города, которым вы больше всего хотели бы побывать. Вот именно ваша золотая мечта. После этого, через недельку после выхода видео, я сделаю розыгрыш, случайным образом определим победителя и почтой магнитик и пахучка умчатся к вам. Я думаю, сейчас почта должна сработать нормально, несмотря на все коронавирусы. В любую в принципе точку планеты я уж найду в себе силы вам оплатить. Естественно, в ту точку планеты, куда ходит почта. Так что, еще раз, условия конкурса. Пишите хэштег конкурс, я хочу, хотел бы побывать и тот город, в котором вы больше всего хотели бы побывать, который является вашей мечтой и случайным образом я выберу победителя, который получат вот такой вот магнитик из Милана и пахучку канала. Спасибо, друзья, что смотрите. Пока. Давайте, давайте, комментарии, комментарии, ребят. Мне работать нужно. Субтитры создавал DimaTorzok